Внезапно возникший кашель может не предвещать ничего опасного и является естественной реакцией на какой-либо раздражитель. Кашель, который затягивается на неделе, признак хронического заболевания. Способ оккупирования приступа зависит от происхождения кашля, причин называют более 50. Мы расскажем, как справиться с кашлем самостоятельно, но есть и случаи, в которых необходима помощь специалиста. Энтен Пепеп. Лекарственные средства против разных типов кашля, влажный кашель считается продуктивным, так как очищает дыхательные пути. Этому процессу необходимо помочь, принимая муколитические разжижающие мокроту средства, ацетилцистеин амбраксол. Сухой кашель, соответственно, непродуктивен, он только раздражает гортань и усиливает бронхоспазм. Нужно вызвать отделение мокроты, разжижить ее, улучшить ее отхождение и тем самым вывести токсические вещества. Для этого применяют препараты бромгексина и растительные средства, шалфей, эвкалипт, ромашка, чабрец. Они уменьшают воспаление, ослабляют кашель, стимулируют выход мокроты. При несильном сухом кашле помогут леденцы с экстрактами трав. Также необходимо больше пить. При сухом кашле у курильщиков помогают препараты бронхоген, флуимуцил, гиделикс, доктор-мом, эвкалиптовая настойка. А народные целители лечат кашель курильщиков молоком, смешанным с минеральной водой, которую нужно пить трижды в день. При упорном выматывающем кашле нужно принять средства, останавливающие его, стоптусин, либексин. Кашель при ОРВИ-инфекции вызывают кашель, который развивается за несколько часов и превращается из сухого во влажный. Можно определить заболевания по характеру приступа кашля, вот некоторые из этих заболеваний. Ларингит – осипший голос, кашель сухой, лающий. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Трахеит – громкий кашель с болью за грудиной. Бронхит – влажные хрипы, громкий безболезненный кашель с затрудненным дыханием. Сухой воздух способствует приступам бронхита или ларингита. Если нет увлажнителя, расставьте везде емкости с водой, зимой – у радиаторов отопления для лучшего испарения. Хороший способ – дышать паром, который смягчает дыхательные пути, в том числе паром от отварного картофеля. Для облегчения приступа не рекомендуется лежать, лучше сидеть, подложив под спину подушку. При сухом кашле нужно выпить чай с имбирем или горячее молоко с медом, либо со сливочным маслом. Помогает смесь в равных пропорциях сока, отжатого из измельченной луковицы и меда. Смесь настаивают 4 часа и принимают дважды в день по чайной ложке. При ночном кашле, когда кровь в легких движется медленнее и слизь не рассасывается, рекомендуется почаще переворачиваться в постели. Перед сном выпить немного воды с растворенным в ней жженым сахаром. Обычный сахар нужно прогреть на сухой сковородке, пока он не станет коричневым. Если говорить о детском кашле, способ лечения может определить только врач-педиатр. Самостоятельно подбирать лекарства не стоит, но можно использовать некоторые натуральные средства, помогающие облегчить кашель до посещения врача. В пропорции 1-1 смешайте оливковое масло с медом, давайте ребенку трижды в день в чайной ложке. Можно давать и сладкое миндальное масло. Для очищения бронхов и легких, в течение 10 минут отварите лимон на несильном огне, остудите, снимите кожуру и выдавите сок лимона в стакан. Добавьте столько же глицерина, затем до края стакана долейте жидкий мед. При сухом кашле, если нет аллергии на цитрусовые, мелко нарезанный вместе с кожурой апельсин засыпьте сахаром, варите полчаса на несильном огне. Смесь можно принимать несколько раз в сутки. Озвучено Яндекс Спичкит. Приступ внезапного кашля может случиться даже у здорового человека. С таким кашлем несложно справиться. Вдохнуть, выдохнуть, подольше задержать дыхание. Это нужно проделать 4-5 раз, и приступ прекратится. Астматический кашель громкий, бурный и надрывный кашель, с сухими хрипами, ощущением распирания в груди, особенно усиливающиеся к ночи и при отсутствии высокой температуры, свидетельствует. О бастме. Во время приступа многое зависит от способности успокоиться и расслабиться. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Нужно сесть на стул верхом, лицом к спинке, на спинку уложить подушку, чтобы опираться на нее. Постараться нормализовать дыхание, делая полные выдохи, и воспользоваться ингалятором, биротек, биродуал, сальбутамол, вдохнув дважды. Если нет улучшения, через 10 минут принять еще 2 дозы. При невозможности купировать приступ, кашли вызывают скорую помощь. Чаще всего врач делает инъекцию эофилина, быстродействующего средства для расширения бронхов, действие одноименной таблетки наступает лишь через 40 минут. В тяжелых случаях вводят преднизолон или дексаметазон. Кашель при аллергии кашель, похожий на астматический, возникает под действием аллергенов – тополиный пух, пыль, резкие запахи, шерсть животных, пыльца и т.д., когда иммунная система атакует чужеродные частицы. При этом иногда краснеет кожа, опухает лицо, глаза слезятся. В начале приступа следует принять противоаллергическое средство – кларитин, супрастин, тавигил, диазолин – и по возможности ликвидировать источник аллергии. Рекомендуется прополоскать рот и носоглотку чистой теплой водой. Во избежание повторения приступа нужно чаще проветривать помещение, делать влажную уборку, избавиться от предметов-полисборников. Если кашель не проходит и не появляется температура, нужно обратиться к аллергологу. Если человек подавился при проникновении народного тела в дыхательную систему, возникает удушья. Нельзя, вопреки распространенному мнению, хлопать пострадавшего по спине. Инородное тело пройдет глубже в дыхательные пути. Побуждайте человека делать медленный вдох и сильный резкий выдох. Если естественный кашель неэффективен, используйте метод Хаймлиха. Встаньте позади пострадавшего, обхватив руками его талию и наклонив вперед. Озвучено Яндекс Спичкит. Сжатый кулак положите ему на живот выше пупка, другую руку наложите сверху и совершайте резкие надавливания, пока не удастся избавиться от инородного тела. Если подавился ребенок, поощрите кашель. Если кашель тихий или беззвучный, а ребенок начинает задыхаться, положите его на свои колени головой книзу, не сильно придерживая нижнюю челюсть пальцами одной руки. Другой рукой, основанием ладони, несколько раз постучите между лопаток, направляя движение к голове ребенка. После этого уложите ребенка на спину и кончиками пальцев несколько раз резко подавите на живот в месте соединения ребер. Проверьте рот. Если инородное тело не вышло, вызовите скорую помощь и повторяйте сначала. Самостоятельное лечение любого типа кашля возможно лишь в легких случаях. Непременно обратитесь к врачу при устойчивом кашле, при появлении ясно слышных на расстоянии хрипов, при боли в груди, при выделении крови или зеленоватой мокроты. Не откладывайте посещение врача при ночных приступах кашля и тем более при появлении высокой температуры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.